В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В Наринмаре за круглым столом представители органов власти, окружных предприятий, крупного и малого бизнеса обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона. Оказание медицинской помощи НК больным в регионе рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике собраний депутатов Ненинского округа. Вице-спикер регионального парламента принял участие в заседании профильного комитета по делам Севера и малочисленных коренных народов Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов и руководитель фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Анатолий Курленко приняли участие в круглом столе, в ходе которого представители органов власти, окружных предприятий, крупного и малого бизнеса обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности региона. Мероприятие прошло в Наринмаре в рамках реализации в регионе федерального проекта «Локомотивы роста». Круглый стол о мерах по повышению инвестиционной привлекательности Ненинского округа был организован на информационной площадке Ненинского регионального отделения партии «Единая Россия». Мы используем любую возможность для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. Чем больше у нас будет крупных инвестпроектов, наверное, это для предпринимательского сообщества, это дополнительные возможности. Одна из ключевых задач повестки дня – проанализировать эффективность действующих в Ненинском округе преференций для инвесторов. Все они закреплены на законодательном уровне. У нас достаточно много законов, которые в развитии данной тематики нами приняты. Их не один и два. Такие, как о внесении изменения закона Нарова, об установлении пониженной ставки налоговой прибыли, об особенностях налогообложения, о регулировании семейных отношений к территории Нарова, о чем здесь, наверное, вы будете говорить, о порядке установления льготного размера ставки аренды вклада инвесторов. Мы говорим, что это шестой законопутверждение рекламы коммунистового сопровождения инвестпроектов, которые реализуются в НАУ и так далее. В ближайшее время спикер регионального парламента выступит на пленарном заседании Торгово-промышленной палаты России, где расскажет о преимущественных направлениях инвестиционной деятельности в Ненинском округе. Ненинский автономный округ – это территория с богатейшим природным потенциалом и стремительно развивающейся экономикой. Наш регион имеет стратегически важное значение в топливно-энергетическом комплексе Европейского, Севера России. Суммарно развлекаемые запасы нефти оцениваются в публичии 1 миллиард тонн. Газ у нас 500 миллионов кубометров и конденсат 20 миллионов тонн. Округ входит в пятерку регионов России по добыче нефти. Объем ВРП за 2021 год – 366,2 миллиарда рублей или на 11% выше уровня 2020 года за постаримых ценах, что вызвано восстановительными процессами в экономике региона. Рост к докризисному 2019 году составил всего 4,3%. По итогам 2022 года мы ожидаем увеличения валов регионального продукта до 388,7 миллиардов рублей. Традиционно наш регион характеризуется высоким уровнем ВРП на душу населения. И по значению данного показателя мы находимся на первом месте среди субъектов Российской Федерации. По предварительным расчетам он в 2021 году составит 8,2 миллиона рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года действующих цен. Улучшить инвестиционный климат в регионе призвана стратегия социально-экономического развития округа. Выделено два стратегических направления – наращивание нефти и газодобычи и развитие Северного морского пути. Нефтяные запасы нефти и газа являются ключевым нашим конкурентным преимуществом. Мы не отказываемся от того, чтобы развивать дальше нефти и газ, потому что другого пути у нас, к сожалению, ну не к сожалению, а вообще как бы нет. И не надо говорить о том, что сейчас будет все диверсифицировано. В стратегии также отмечена значимая точка роста – это наше местоположение на карте, географическое. Территория округа омывается тремя морями – Баренцевая, Белая, Карская. Длина береговой линии округа превышает 1500 км, что составляет 10% от береговой линии российского участка Северного морского пути. В настоящее время крупнейшие мировые компании осуществляют тестовые проходы по данному маршруту. Однако расширение бизнеса сдерживается недостатком бортовой и береговой инфраструктуры по пути следования. Регион возглавляет надежду на два крупных инвестиционных проекта, которые будут формировать экономику региона в ближайшие 10 лет. Все они носят долгосрочный характер, поскольку связаны с нефтью и газодобычей и предполагают длительный цикл реализации. Новый проект строительства морского порта Индика, кубиководный морской порт Индика, выступит новой точкой доступа к морским путям, арктической зоне и акватории Северного морского пути. Его создание увеличит экспортные возможности для производящих северо-западных регионов Российской Федерации, обеспечит высокую конкурентоспособность российских грузов на новых рынках сбыта, в том числе с учетом возможностей Северного морского пути. Результатом реализации данного инвест-проекта стало более 4 тысяч рабочих мест, в числе и для жителей округа. Прогнозируется значительное увеличение налоговых поступлений и платежей бюджета различных уровней. Второй крупный проект, на котором остановилась Татьяна Лагвиненко, также связан с крупными инвестиционными вложениями в экономику округа. Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса на базе Кумжемского и Короевского конденсатных месторождений также позволит увеличить налоговые и неналоговые доходы на территорию округа и привлечет новые инвестиции. Также проект призвал существенно увеличить деловую активность региона и количество сквалифицированных рабочих мест. По словам Татьяны Лагвиненко, эти инвестиционные проекты будут способствовать диверсификации экономики округа в сторону транспортно-логистического направления. По результатам работы круглого стола его участники выработали соответствующую резолюцию. О модернизации энергетической системы в населенных пунктах округа шла речь на очередном заседании Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. Информацию предоставили на заседании комиссии, исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого округа Павел Масюков и директор Наринмарской электростанции Евгений Синокосов. Электростанция обеспечивает электроэнергией город Навинмар, поселок Искатели и Красное, село Тельвиска. По поручению Совета Федерации и Министерству энергетики в 2015 году необходимо было проработать вопрос о присоединении энергосистемы Ненецкого округа к единой энергетической системе России. Предварительно проработаны три варианта присоединение энергоузла Наринмара к ЕС России путем в строительство трех линий электропередач. Первая – Печорская ГРЭС Наринмар. Ее протяженность около 600 километров. Вторая – поселок Хорягинский Наринмар. Протяженность около 250 километров. И третья – село Урцильма, город Наринмар. Протяженность около 400 километров. По результатам рассмотрения наименее затратного второго варианта, стоимость тарифа на электричество для потребителей увеличилась бы в два раза, а строительство обошлось бы в 7,5 миллиардов рублей по ценам 2015 года. Оставшиеся два варианта являются еще более финансово затратными. Таким образом, Министерство энергетики России признало присоединение энергоузла Наринмара к ЕС России нецелесообразным. Евгений Синокосов, директор электростанции, полагает, что перспективы подключения населенных пунктов ЕС можно рассматривать при условии понимания дальнейшей перспективы развития поселков и подстраиваться под них, разбивая на этапы. Депутат Наталья Хардакова подняла вопрос о модернизации энергетической системы в поселке Харивер. Она отметила, что здания станции имеют очень высокую степень износа и рекомендовала профильному департаменту в связи с этим рассмотреть возможность подачи электроэнергии от ближайших нефтяных компаний. Оказание медицинской помощи онкобольным в Ненинском округе рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике собрания депутатов. В работе комиссии принял участие заместитель губернатора Ненинского округа Татьяна Лагвиненко и уполномоченный по правам ребенка Галина Гуляева. Подробную информацию по рассматриваемому вопросу представила руководитель департамента здравоохранения Ненинского округа Елена Левина. Она отметила, что в регионе создаются условия для своевременного определения диагноза онкозаболевания. Функционирует прививочный кабинет для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями на базе Ненинской окружной больницы. В настоящий момент по этому профилю в больнице работают два доктора и две медицинские сестры. Пациентам оказывается стационарная помощь и лекарственная терапия. Для постановки диагноза привлекаются специалисты ведущих клиника Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также больные из региона направляются при необходимости в федеральные клиники. В регионе в рамках регионального проекта «Барьба с онкологическими заболеваниями» создаются условия для определения своевременного диагноза, привлекаются узкие специалисты. В конце года в округе работала делегация ведущих онкологов Центра радиологии Минздрава России. В рамках работы информационно-простатильского проекта «Онкопатруль» было осмотрено более 500 человек. В настоящее время в регионе на учете состоит 1033 человека, которые страдают онкозаболеваниями. Из них 102 человека выявлены впервые. Поставлены на учет 259 сельских жителей. Старше 65 лет – 570 человек. Из них сельских жителей – 162 человека. Как заверила руководитель профильного ведомства, окружные медицинские организации обеспечены в необходимом объеме узкими специалистами. Спикер окружного собрания Александр Лутовинов в ходе заседания комиссии напомнил, что важно своевременно диагностировать заболевание, поэтому надо ответственно относиться к прохождению ежегодного профилактического медицинского осмотра. Председатель постоянной комиссии Анна Булатова, подводя итоги заседания, рекомендовала профильному департаменту проработать вопрос о предоставлении помещений для размещения онкологической службы. Необходимо детально пересмотреть региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ненецком округе и решить вопрос о дополнительном финансировании на его реализацию, сказал и депутат. Вопрос оказания медицинской помощи онкологическим больным в регионе остается на контроле работы постоянной комиссии. Заместитель председателя собрания депутатов Матвей Чупров принял участие в заседании профильного комитета по делам Севера и малочисленных коренных народов Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В настоящее время работу комитета курирует Ненецкий автономный округ. Заседание прошло на базе законодательного собрания Ленинградской области. Парламентарии Северо-Запада на заседании профильного комитета рассмотрели ряд инициатив, предложенных субъектами Российской Федерации и входящими в федеральный округ. От Ненецкого автономного округа мы выдвигаем вопрос. Это инициатива по внесению изменений в федеральный закон, который предусматривает изменение правил предоставления арктического гектара. Сделать так, чтобы на новые участки, которые будут включаться в эту программу, в первую очередь распространялось право для местных жителей воспользоваться арктическим гектаром. А уже потом распределялось на всех, как это было в самом начале старта арктического гектара с 1 августа прошлого года. Напомню, федеральная программа «Арктический гектар» заработала в округе в августе 2021 года. По упрощенной процедуре жители региона могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбрать земельный участок только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональными законами. Участки передаются в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечении этого срока его можно оформить в собственность или заключить договор аренды. Граждане сами смогут определить вид использования. Это может быть строительство дома, ведение сельского хозяйства или любой другой законный вид деятельности. С 1 февраля 2022 года получить арктический гектар в округе может любой гражданин России. На заседании парламентского комитета также были рассмотрены инициативы других северо-западных регионов, которые представляют интерес и для нашего округа. Это вопросы увеличения северных надбалок на заработную плату для предприятий и организаций, которые работают в агропромышленном комплексе. Это расширение территории проживания коренных и молчаственных народов с севера. С этой инициативой выступает республика Коми для того, чтобы дать людям возможность получать северную пенсию социальную представителям коренных народов, которые живут в арктических субъектах. Это вопросы культуры. И обязательно обычно на всех заседаниях мы стараемся уделить время рассмотрению вопросов, которые бы позволили парламентариям поделиться опытом. И в этот раз мы будем внимательно изучать опыт Ленинградской области по тем направлениям, по сохранению культуры молчаственных народов, которые делаются в Ленинградской области. Нам делается много, и у них очень-очень хороший опыт. Постараемся его изучить внимательно для того, чтобы привнести в том числе и в наши остальные арктические субъекты. На заседании постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта депутаты рассмотрели выполнение календарного плана официальных мероприятий по физкультуре и спорту в 2021 году и планирование работы на текущий год. Руководитель департамента образования, культуры и спорта Ленинградского округа Антон Пустовалов представил депутатам подробную информацию. Календарный план состоит из двух частей. В одном – межмуниципальные, окружные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия. В другой – спортивные и тренировочные мероприятия сборных команд Ленинградского округа по различным видам спорта. Итоги прошлого года таковы. Более 80 физкультурных мероприятий по различным видам спорта, 90 спортивных мероприятий, проводимых на окружном и межмуниципальном уровне, и 96 межрегионального, всероссийского и международного уровня. Как отметили представители профильного департамента, часть из них не удалось реализовать в связи с эпидемической обстановкой. В наступившем 2022 году запланировано более 20 физкультурных мероприятий. При обсуждении физкультурных мероприятий председатель постоянной комиссии Андрей Смыченков обратил внимание представителей профильного департамента на обустройство пешеходной дорожки «Тропы здоровья», которая пользуется популярностью среди жителей города. Депутат отметил, что необходимо регулярно приводить ее в порядок, чтобы удобно было прогуливаться в любое время года. Встреча с избирателями на местах, в поселениях округа, непосредственное общение с жителями региона помогает законодателям принимать своевременные решения на региональном уровне. Депутат собрания Ненинского округа Наталья Кордакова побывала в поселениях Красная и Нельминоз. Мы совместно с руководством Департамента образования, культуры и спорта Нельско-автономного округа побывали в Красновской школе. У нас в мае мы также встречались с педагогическим сообществом. Были вопросы. Один из вопросов – это, конечно, по оплате коммунальных услуг. И мы приняли решение с депутатами вместе с администрацией о том, что у нас коммунальное увеличивается. Было три месяца, сейчас шесть месяцев оплачиваем. Затем мы приняли решение о том, что мы будем постоянно встречаться. Поэтому хотели встретиться в декабре, потом в январе. Но мы понимаем, что у нас сегодня вот эта эпидемия не позволяет встречаться вот так, как хотелось бы, почаще и без графиков. Но, тем не менее, такая встреча состоялась. Очень много вопросов, конечно, по системе оплаты труда. И на самом деле это правильный вопрос, потому что принято изменение в 144-ю статью Трудового кодекса. И предполагаю, что будет единая система оплаты по всей стране. Но сейчас пока и работают пять пилотных проектов. И в 2023 году мы думаем, что это будет единая какая-то вот сетка. Ну, вот пока мы так надеемся. Но все, что можно на нашем уровне, да, мы принимаем такие меры. Вопросы касались и по льготному проезду. Правильный очень вопрос по трудоустройству детей в тундре. Да, мы устраиваем детей в городе, они вот подростки работают и в сельских населенных пунктах. Но есть желающие работать в тундре. Поэтому сейчас также прорабатывается этот вопрос. Практически 60 человек. Вот в Харути это практически 19 человек, да. Но это правильно, когда прививается любовь, и дети хотят в тундре работать. Затем мы побывали также в школе в Нельминосе. Самый главный вопрос, это, конечно же, будет ли построена наша школа. Да, это такой давний вопрос. Мы побывали непосредственно в стройке. Значит, в субботу и воскресенье, как правило, они не работают. Работают в течение рабочих дней. Там 15 человек на объекте находятся. Сегодня забиты сваи. Будут проводить линию электропередач. Говорят, что стройматериала до навигационного периода хватит. Срок сдачи здания, значит, строительства данного здания – сентябрь 2023 года. Но мы надеемся, что все-таки очень подрядчик он у нас, который работает на территории округа и практически никогда не подводит, да. Мы надеемся, что этот объект будет построен. И очень хорошо, что в этой школе, там где-то более 80 учеников, более 30 детей, которые в садик ходят, у них преподают ненецкий язык. Вот, в учебной программе также это предусмотрено. И это правильное направление, о чем говорит сегодня у нас также президент. В Наринмаре состоялась очередная 37-я сессия Совета городского округа «Город Наринмар». На сессии депутаты рассмотрели 8 вопросов повестки дня, в том числе об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ «Город Наринмар», о внесении изменений в устав муниципалитета, об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования. В Совете городского округа прошел час администрации. Депутатам рассказали об уборке дорог и жилых районов в городе от снега. Настоящая зима оказалась многоснежной. На коммунальные службы выпала большая нагрузка. По сравнению с прошлым годом, среднемесячная норма осадков увеличилась более чем в два раза. Только в январе высота снежного покрова составила 53 сантиметра. В прошлом году она была на отметке 20 сантиметров. Основная организация, которая в постоянном режиме производит очистку муниципальных улиц и дорог – «Чистый город». Круглосуточно в три смены дорожники убирают снег в проезжей части, междворовых проездов, пешеходных и общественных зон, обслуживают территории памятников и контейнерных площадок. Ежедневно на участках работают до 18 дней с техники. Это фронтальные погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, шнокоротеры, автогрейдеры, колесные бульдозеры и коммунальные дорожные машины. Кроме техники, на места выходят рабочие с лопатами. К сожалению, на работу организации существенно повлияло активное распространение вирусной инфекции. В связи с высоким ростом заболеваемости сотрудников не хватает. В разное время в коллективе на больничном находится до 70% от общего числа состава коллектива. В связи с этим планирование работы приходится постоянно корректировать. В первую очередь силы направляют на очистку дорог маршрутного транспорта, тротуаров и территорий возле социальных объектов. Люди работают вручную, сверхурочно, непрерывно работает техника. Дорожники стараются максимально быстро и качественно выполнить работу, чтобы создать комфортные условия для передвижения пешеходов и транспорта. На базе организации в постоянном режиме работает диспетчер, который принимает заявки от жителей и оперативно направляет их в работу. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи через неделю.